Надежный тыл – основа крепкого фронта. В Черкесске наградили волонтеров специальной военной операцией из городов и районов Карачаева-Черкесии. Добровольцам выразили благодарность за их труд и выручили почетные грамоты представители регионального отделения партии «Единая Россия». На церемонии награждения побывал Али Баташев. Как и многие волонтеры Никольского собора Черкеска, Ольга Савенко помогает фронту не только сбором гуманитарной помощи. Она плетет маскировочные сети, занимается изготовлением бескаркасных носилок. Это труд многих людей, объединенных одной целью – помочь нашим ребятам на СВО победить противника и вернуться домой. Потому что сначала закупается спонбонд – это материал для нарезки лент. Потом отдельно эти ленты нарезаются. Нам очень хорошо помогают студенты. Это педучилище, педколледж наш. Они помогают в нарезке лент. В скручивании лент помогают даже старушки. Во дворах сидят с пакетиками, с мешочками и скручивают эти ленты в рулончики. При Никольском соборе города Черкеска с самого начала специальной военной операции добровольцы сплотились в одну большую группу. Она называется «Соборяне» и подразделяется еще на несколько групп. То есть девочки, которые плетут сети, они организовали группу сети, непосредственно занимаются такой важной работой. Свято-Сергиевская гимназия, где детки тоже трудятся, они помогают, передают детские письма, угощения солдатам, поддерживают их моральный, духовный такой дух. И все мы являемся одной большой командой. Нас сегодня более 700 человек. Благодарность всем, кто помогает фронту, а также семьям участников СВО, выразил заместитель руководителя отделения партии «Единая Россия» Альберт Зугаев. Это люди самых разных национальностей и конфессий, и число их растет. Кто не может по каким-либо причинам стать волонтером, может оказать финансовую помощь, обратившись в Никольский собор. Добровольцам необходимы средства на закупку средств связи для наших бойцов, материалов для изготовления маскировочных сетей, носилок, окопных свечей и других видов гуманитарной помощи. Тыл, который мы сегодня с вами образуем, помогает всегда фронту. И наше единство поможет нашим ребятам выйти с честью, с победой из этой ситуации. Наталья Черненкова из станицы Зеленчукской – волонтер с двухлетним стажем. Она изготавливает для бойцов сухие супы. Не всегда есть возможность приготовить горячую еду, а наши супы, они легкие при приготовлении, залил кипятком. И все, они готовы уже. Расскажите, почему это важно помогать фронту? Ну, потому что это общая беда наша. Мы должны быть вместе в это время. Ведь не потому, что ребята там и страдают, и так вот переносят такие тяготы. Мы должны быть рядом с ними. Пусть они чувствуют тепло наше. Виктория Планета – мама бойца, участника СВО из Карачаева-Черкесии. Сын Давид сейчас служит в танковых войсках. А она каждый месяц на протяжении почти двух лет доставляет на передовую гуманитарную помощь из нашей республики. Любая мать на моем месте, я считаю, так поедет. Встреча с сыном. Вот когда я его там увижу, я только этим живу. На пути, когда еду к нему, я лечу. Но когда еду назад, я еду с такой благодарностью тем людям, которые поддерживают меня, ребенка. Я для них, наверное, уже общая мама, честно. Вот у меня там 70 человек, 70 ребят. И когда они кричат, мать приехала, Вика, мама. Это, знаете, как чего стоит? Это душу разрывает просто. Отец Александр провел небольшую экскурсию по экспозиции музея, посвященной специальной военной операции. Познакомил с украинскими учебниками и военными трофеями, предоставленными участниками спецоперации. Завершилась встреча дружеским чаепитием. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия.